Привет-привет, ребятки! Не пугайтесь моего внешнего вида. Я вообще сейчас без косметики, вышла из душа и, знаете, решила наконец-то засесть, отснять несколько видео и думаю, что такого интересного сейчас вообще отснять. Давно уже очень хотела попробовать нашумевшую маску, которая пенится, она должна быть очень необычная. Фирма называется Элизавека, с таким вот смешным здесь поросенком. И вообще у меня с этой маской вышла, знаете, такая вот идиотская предыстория, потому что я ее заказывала еще осенью прошлого года с ebay, но она тогда меня не дошла, поэтому мне уже ее пришлось перезаказать с iHerb. Кто видел мой последний блог, то я там как бы делаю распаковку с сайта iHerb и вы могли увидеть эту масочку. Вот такая вот здесь баночка. Здесь указано, что нужно наносить хорошим слоем на всю кожу лица, избегая, конечно же, сону вокруг глаз. После 3-5 минут, когда все пузырики, скажем так, спадут, то можно втереть в кожу и затем смыть. Одела свой специальный ободок, чтобы волосы не вымазать. Ну, что я хочу сказать, азиаты, конечно, ребята молодцы. У них очень интересные концепции и такое просто, чего нет на европейском рынке. Открываю крышечку. Здесь специальная такая вот лопатка, которая у меня только что упала. Выглядит вот таким вот образом, похоже на какое-то суфле. Такое вот серое. Смотрите, какая у него интересная текстура. Не знаю, будет вам видно или нет, но действительно, это такое вот тягучее суфле. Очень интересно. Приятное, холодненькое такое. Вообще обожаю разные такие маски. По текстуре вообще ничего у меня похожего нет. Ничего я похожего не пробовала. Это как полужелатиновое. Я надеюсь, вам видно, как она начинает светлеть. Она прям вот превращается в какую-то, знаете, похоже на какую-то пену для бритья. Она обещает очищать кожу, но как бы одновременно добавлять увлажнение. Поэтому она как очищающая, увлажняющая и выравнивать вот тон кожи. Интересно за ней следить, потому что она очень меняется. Она вот прям вот все вспенивается. Надеюсь, вам видно, потому что, конечно, очень забавно. Так вот, если прислушиваться, то слышно, как пузырики лопаются. Она немного чешется у меня в подбородке. Просто, наверное, из-за того, что вот эти вот пузырики как бы надуваются. Немножко как-то щепотно. Сижу у себя в социальных сетях. Подписывайтесь, кстати, на мой инстаграм. Если вам интересно увидеть что-то еще из моей личной жизни. Какие-то фотографии. Я в инстаграме также керри пингвин, как и здесь на ютюбе. Так что обязательно подписывайтесь. Ну, я совсем уже стала такой пушистой. Сколько сейчас времени прошло. В общем, прошло как раз 5 минут. И пузырики, конечно, еще лопаются. Я так поняла, что нужно, наверное, дождаться, чтобы они все полопались. Но вы видите, как она сильно увеличилась. Даже начинает мне лезть в рот. Поэтому, наверное, на этом и закончим. И что сейчас нужно делать? Нужно как бы ее в кожу втереть. И вот здесь надо петровать. О, боже мой. Очень забавное чувство. А, это песок. Наверное, это была не очень хорошая идея снимать это на кровати. Я немножко вам покажу просто, как я втираю одну половину лица. И, наверное, побегу в ванну, чтобы не делать здесь грязь. У себя в пустыре. Наверное, я довольно-таки толстым слоем нанесла маску. Потому что, когда я пыталась снять вот этот вот первый пенный слой, у меня под низом то количество маски, которое еще было, тоже начало пениться. И довольно-таки тяжело ее смывать. Из-за ее такой вот какой-то липковатой, такой желеобразной текстуры. И у меня вся вода начала пениться вот в умывальнике. Это интересно, потому что раньше у меня никогда такого не было с масками. Сейчас просто протираю лица тоником. Вообще, конечно, приятная штучка. Я люблю вообще такие продукты. И считаю, что нужно в любом случае себе делать какие-то маски в течение недели. Поэтому буду, конечно же, дальше ей тоже пользоваться. И просто такой вот забавный, знаете, концепт у нее. Мне кажется, будет очень весело вот так вот собраться, возможно, с подругами на какой-то вечер. И просто вот всем сделать такую вот забавную маску. Вот такие вот у меня еще есть здесь забавные корейские маски. И одна получается с жемчугом, а другая идет с золотом. Что я хочу попробовать? Наверное, хочется попробовать с золотом. Потому что, возможно, она будет такая вот как бы с золотыми вкраплениями. Я очень люблю разные тканевые маски. Хотя здесь даже написано, что она именно не тканевая, а коллагеновая. Ну, в общем, давайте посмотрим. Фирма называется Dermal. Это мне мама вообще присылала, когда они были в Таиланде. Особо там тайского ухода не было. Из-за того, что она мне прислала, в общем-то, все было больше корейское. Нет, это просто тканевая маска. Очень-очень мокрая. Думаю, даже не будет видно на экране. Она немножко как бы с желтыми вкраплениями такими. Но, скорее всего, это не будет передаваться. Я обожаю вот разные тканевые маски. Это вообще для меня must-have. Просто когда нужно хорошо увлажнить кожу и вообще просто расслабиться. Я люблю их хранить в холодильнике. Она очень приятно пахнет. Я сейчас буду похожа на мумию, но ничего. Можно вот здесь вот прям для глаз. То есть можно закрыть глаза и прям вот сверху на глаза тоже нанести. Их обычно оставляют где-то... Я могу и на 20 минут оставить. Где-то советуют на 10-15, но не бывает на 5-10. Ох, как хорошо. У меня такие специальные патчи для глаз. Они как бы с глазками панды. И вы их просто ложите в холодильник. Они много разовы. Вы можете в морозилку их положить, чтобы они прям ледяные были. У меня они просто были в холодильнике. В общем, можно просто нанести вот так на глаза. И они холодненькие и приятные. И вообще очень-очень классно, чтобы убрать вот мешки под глазами усталость, когда он уже свеже выглядит. В общем, пошла я ложиться обалдеть на 15-20 минут. Скоро увидимся. Я снова здесь после 15 минут релакса сняла маску. И, как вы видите, очень много как бы вот этого серума. Поэтому его можно втереть. Можно в шею обязательно как бы во все втереть, чтобы все у нас впиталось хорошо. На губы тоже я обычно наношу. И даже остатки я очень часто вот по рукам тоже распространяю. Потому что это все очень хорошо увлажняет. Мне кажется, все должны себе устраивать. И девочки, и мальчики. Просто хотя бы раз в неделю. Такой, вы знаете, мини-сеанс спа дома. Потому что это очень круто. Потому что так можно сделать все-таки кожу лучше. У меня сейчас из-за беременности очень много высыпаний. Я думаю, вам видно. Так что я вот к вам села поближе. И как бы очень много высыпаний. Поэтому я стараюсь часто делать маску. Какую-либо там из глины. Очищающую, увлажняющую. Хорошо питать лицом. Расскажите мне, какие вам нравятся корейские средства. Вообще уходовые. Потому что это просто целый мир. Мне кажется, там можно столько всего интересного найти. Поэтому обязательно делитесь своими какими-то любимчиками. Внизу в комментариях. Мне будет интересно почитать. Возможно, что-то себе бы заказать. Вы же не думали, что я забуду о вас и о конкурсе. В этот раз хочу разыграть вот такие вот три продукта от Avon. Это масло. Чудесное сияние для лица. Лак для ногтей. В оттенке Diamond. Очень красивый серебристый металлик. И пудра для лица. В оттенке Light Medium. Как всегда, все условия будут внизу в описании. Обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы участвовать. Ну, а так, читайте все даты. В описании будет вся полная информация. Поддержите меня, если хотите увидеть еще больше таких видео, где я в первый раз пробую какие-то уходовые продукты. Интересные на камеру, которые мы не можем вот так вот купить просто в магазине. Нужно заказывать. Поэтому поддержите меня пальчиком вверх. Тоже напишите это в комментариях, если вам понравилось. И все. Не забудьте подписаться. И увидимся совсем скоро. Так что не скучайте. И до новых встреч. Пока.